Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В РИО губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о том, чтобы все оперативные совещания и заседания правительства проходили в открытом режиме. Он заявил, что для него очень важно, чтобы каждый житель региона знал, как идут обсуждения по различным направлениям и какова логика принимаемых решений. И уже сегодня в телеграм-каналах руководителя области и региональных СМИ была размещена ссылка на трансляцию. С первого дня на посту главы 63 региона Вячеслав Федорищев заявил, что будет привлекать к работе по развитию области местных жителей, тех, у кого есть компетенции, а самое главное – желание сделать край лучше. В РИО главы правительства Наталья Катина представила на рассмотрение главы региона кадровый проект «Команда развития Самарской области». Он будет реализовываться как пилотный прием заявок с 11 по 27 июня этого года. Однако сроки могут быть продлены. Подготовку самарских пляжей к купальному сезону обсудили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации. Глава Самары Елена Лапушкина поручила ускорить работу по подготовке песка, а также уделить особое внимание безопасности на воде. Также обсудили вопросы, связанные с вывозом мусора с контейнерных площадок и с территории частного сектора. Подробнее в нашем сюжете. Самарские пляжи с каждым днем становятся все более популярным местом для отдыха самарцев. Подготовку береговой линии к купальному сезону обсудили на совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. На территории города планируется оборудовать 8 пляжей. 7 июня начался завоз песка. После его планировки водолазы обследуют акваторию, в том числе выполнят промер глубин, а также очистку водных границ от мусора. После этого завезут пляжное оборудование в количестве более 1700 единиц. При этом спасательные посты на пляжах уже действуют. Уже раз стоит, люди уже все на пляже. Пожалуйста, на контроль возьмите завоз песка. Прямо максимально короткие сроки, уж точно до конца этой недели. Надо не просто завести, но и разровнять, и установить все вышки. На совещании обсудили вопросы вывоза мусора с контейнерных площадок. Их в городе сейчас около 4950. На особом контроле вывоз бытовых отходов с территории частного сектора. Наиболее востребованным среди жителей частных домов становится поведерный способ. Согласовать такой сбор на территории индивидуального жилого фонда – ответственность перевозчиков. Вместе с жителями они должны определить время и место для проведения этой работы. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам внутригородских районов помочь в организации такого вида сбора. Предложение надо сформировать уже на сегодняшний момент. Если у нас востребован поведерный вывоз, давайте прям отдельным реестром напишем адреса, где это возможно, где мы рекомендуем это сделать и где люди, в общем-то, это поддерживают. Главы внутригородских районов отметили нерегулярный вывоз мусора со стороны перевозчиков. Напомним, что в соответствии с полномочиями городская администрация осуществляет обслуживание контейнерных площадок. А профильным департаментам на постоянной основе ведется мониторинг санитарного состояния площадок для мусора. А вот непосредственно за вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритных ответственность несут перевозчики. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. На Самарских пляжах заработали 14 спасательных пунктов. Ежедневно на дежурство выходят 44 спасателя, прошедшие специальное обучение. Работать пункты будут до 15 сентября. Подробнее о безопасности на городских пляжах расскажет Елизавета Прокопенкова. Оранжевый жилет, круг и бинокль. Главные атрибуты лета для Виталия Пипелышева. С детства парень занимается плаванием. В 2014 году решил попробовать себя в роли спасателя. Прошел специальную подготовку и вот уже 10 лет Виталий помогает людям в экстренных ситуациях. В основном это помощь, конечно же, на пляже, а не в воде. То есть большинство людей, им становится плохо именно на пляже. То есть когда мы проходим в обходах, видим то, что людям плохо. Это часто солнечные удары, у людей преклонного возраста часто бывают инсульты и так далее. Вот, соответственно, вызываем скорость, скорую помогаем. Либо помогаем сразу на месте. Нас этому всему учили, обучение проходили, все умеем. Общая протяженность официальной купальной зоны в городе – около 4 километров. Для обеспечения безопасности отдыхающих там работают 14 спасательных пунктов. Они оснащены всем необходимым – жилеты, круги, ласты, средства связи. Все для оказания помощи людям в экстренных ситуациях. Ежедневно дежурство ведут 44 человека. Всего в Самаре работают 8 пляжей. В период проведения молодежного форума «Ай-Олга» планируется организовать 9-й пляж в районе фестивальной поляны на территории Красноглинского района. Работать спасательные посты будут с 10 июня по 31 августа с 8.00 до 21.00. С 1 по 15 сентября с 8.00 до 20.00. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Самарские пляжи готовятся к новому сезону. На первой очереди набережной разгрузили баржу с песком. Какие еще работы предстоит выполнить на городских пляжах и сколько их откроется – расскажем в сюжете. В Самаре полным ходом идет подготовка пляжей к летнему сезону. На первой очереди набережной уже разгрузили баржу с песком, предварительно очистив берег от паводкового мусора. На протяжении последних недель в ежедневном режиме проводился мониторинг уровня воды в Волге в границах Самарской акватории. По согласованию с Федеральным агентством по рыболовству снижение уровня до 29 метров – обязательные условия начала выгрузки песка. Как только начинается разгрузка баржи, пляжные территории огораживают. Делается это для безопасности отдыхающих. На берегу работает специализированная техника. Да и самарцы порой взбираются на кучу песка, что тоже небезопасно. Постепенно песок будет равномерно распределяться по всей площади каждого городского пляжа. Слой выравнивается, рабочие следят за тем, чтобы не было ям промоин. На самом деле чистые пляжи – это правда здорово, потому что когда ты чувствуешь такой чистый, приятный и теплый песок под ногами, ты уже не хочешь ехать ни на какое море и понимаешь, что Поволжье – это настоящая жемчужина. Знаете, больше не покупаться люблю, а больше уж прогуляться, подышать тут свежим речным воздухом, так скажем. Это больше уж завлекает меня как раз. На территории города будут оборудованы восемь пляжей. На первой, второй и четвертой очереди набережные в загородном парке на спуске по улице Советской Армии под Барбошиной поляной в районе санатория Можайский в Красноглинском районе. Также к проведению фестиваля Иволга приведут в порядок девятый пляж возле фестивальной поляны у Мострюковских озер. Общая протяженность официальных городских пляжей составит почти четыре километра. Песок будет проверяться Роспотребнадзором на наличие на нем паразитов или грузинов, будет у него заключение сэнтологической возможности функционерной пляжи. В ближайшее время акваторию проверят водолазы. Они очистят ее от мусора и выполнят промер голубин. Границы безопасного купания обозначат буйками. Затем на городские пляжи завезут пляжное оборудование. В 2023 году в рамках реализации общей стилистической концепции появилось много нового оснащения. К примеру, детские игровые комплексы. Традиционно в районе спусков по улицам Некрасовской и Полевой оборудуют зоны доступный пляж для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении всего купального сезона специалисты Роспотребнадзора будут проверять частоту воды. Виктория Шарая, Константин Головин, Игорь Казановский. События. В России отметили свой профессиональный праздник «Социальные работники». Они помогают людям в разных жизненных ситуациях. Как устроена работа в комплексном центре социального обслуживания «Самара» узнала наша съемочная группа. Любовь к людям и желание помогать. Два главных качества социального работника. К нему за помощью обращаются инвалиды и пенсионеры. Наталья Белоусова работает в социальной сфере 22 года. За это время помогла многим малообеспеченным и приемным семьям. Оказывала им психологическую помощь и поддержку в сложных ситуациях. Наталья также проводит курс «Азбука семьи» для семейных пар и молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет. Курс помогает понять, как построить гармоничные отношения в семье. Самое приятное для Натальи – видеть, что ее труд делает людей счастливее. Им нравится. Иногда на самом начале думаешь, что длительный курс. Будут ли ходить? Всегда такая тревожность есть. Будут ходить? Нет. Найдут ли они время по несколько часов, уделяют неделю для того, чтобы ходить на наши курсы. А когда курс заканчивается, они говорят, что уже все? Уже закончилось? Обратиться в комплексный центр социального обслуживания могут люди разного возраста. Здесь реализуются программы, которые улучшают качество жизни старшего поколения. В рамках активного долголетия проводятся различные большие программы, которые позволяют людям, в первую очередь, не оставаться в одиночестве, второе – самореализоваться и вести активный, здоровый образ жизни. В каждом комплексном центре нашего Самарского округа имеются центры реабилитации. Для граждан, которые имеют какие-то когнитивные отклонения, какие-то ментальные отклонения, а также для граждан, которые переболели недавно инсультом. Работники комплексного центра социального обслуживания отмечают, что к ним могут обратиться любые граждане с любыми вопросами. Специалисты обязательно помогут и найдут решение проблемы. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События. В Самаре будут автоматически штрафовать за парковку на газоне. Осуществлять это будут с помощью системы фотофиксации нарушений дозор. Сейчас комплекс работает в тестовом режиме в Кировском районе. Он умеет определять границы зеленых насаждений. Фотоматериалы автоматически передаются в административную комиссию. Устройство может следить не только за парковкой, но и за нарушениями проведения земляных работ, за сосульками на жилых зданиях в зимний период, наличием граффити и препятствий вывозу мусора. Теперь нарушителю не нужно приходить для составления протокола, а затем для рассмотрения дела. Вместо этого будет направляться постановление об административном правонарушении по месту регистрации. Региональное статистическое ведомство подсчитало среднюю заработную плату жителей Самарской области. Данные касаются марта этого года. Уровень доходов растет. Средняя зарплата в марте составила 70 626 рублей, заявляют в Самаростате. В топ-3 наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности вошли добыча полезных ископаемых – 131 тысяча рублей, деятельность – профессиональная, научная и техническая – 106 тысяч рублей, финансовая и сфера страхования – 103 тысячи. Список тех, кто зарабатывает в Самарской области, меньше всего не меняется. Это сотрудники гостиницы и предприятий общественного питания в среднем получают 35,5 тысяч рублей. В Волжском Артеке прошел концерт 26-го городского фестиваля творчества детей социально незащищенных категорий «Подснежник». Участники представили вокальные и хореографические номера, подделки, картины. Как отметили успехи лауреатов, расскажет Полина Челякова. Ульяна Шелестова приехала в лагерь «Волжский Артек» в первый раз. Девочка учится в художественной школе, увлекается рисованием и привезла в лагерь свои работы, чтобы представить их на городском фестивале творческих детей «Подснежник». Одну из картин под названием «Синий кит» Ульяна создала в необычной технике. Для ее создания юная художница использовала крышки. Я взяла крышку от белой краски, намазала краешки крышки белой краской и к листу прижала. И получились ровные кружочки. Больше всего я люблю рисовать, ну, я думаю, про природу, что-нибудь такое, либо что-то фантастическое. В этом году городской фестиваль творческих детей «Подснежник» посвящен Году семьи в России. В нем приняли участие 870 ребят. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята из многодетных и неполных семей. 80 из них приехали в Волжский Артек. В лагере лауреатов конкурса наградили дипломами и памятными подарками. Любому человеку важно, что то, что он делает, и делает красиво и хорошо, это оценивается. Детям это важно вдвойне. Мне нравится рисовать всякие, ну, макеты делать, рисовать разные, ну, лица людей. Ну, мне просто это нравится. Ну, хобби такое. Награждение завершилось заключительным концертом. Для зрителей артековцы представили вокальные и хореографические номера. Вместе с ними на сцену поднялись родители и воспитатели социальных приютов и вожатые. Также для гостей лагеря работала выставка поделок декоративно-прикладного искусства. Полина Чулякова, Григорий Плешаков, События. Зажигательные песни, яркие танцы и угощения. В Самаре в Доме дружбы народов прошел концерт «Играй дамбра». Этот музыкальный инструмент на протяжении многих веков помогает казахам выражать свои мысли и чувства. Праздник приурочили к году семьи. Наш корреспондент Ксения Баканова насладилась звуками музыки. Выпуклый корпус, две струны. Незатейливый с виду инструмент отражает глубокую философию великой степи. Тамерлан Мендебаев осваивает игру уже третий месяц. Говорит, доволен своими успехами. Поначалу у меня болели пальцы, сложно было переключать лады, но со временем я тренировался и мне все удалось. Мне нравится перед публикой выступать, ведь я получаю от этого удовольствия, что мне аплодируют, мной гордятся. В Самаре в Доме дружбы народов прошел концерт «Играй дамбра». Для зрителей выступили танцевальный ансамбль «Мерике», музыкальный кружок «Тумар» и другие творческие коллективы региона. Также в зале работала выставка национальных блюд. У нас есть такие курпе, как типа маленькие матрасики, стелятся скатерти и на полу мы едим свои блюда. Естественно, ни одно мероприятие не проходит без бешбармака, без баурсака. Это наше обязательное, что должно присутствовать на нашем столе. Организатором праздника выступила национально-культурная автономия казахов «Акжол». Концерт прошел при поддержке администрации города, в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События. Показали свою силу выносливости командный дух. В Самаре состоялся первый полицейский турнир на Волге. В нем приняли участие восемь команд. Правоохранители, проходящие службу в подразделениях областного главка МВД и территориальных органов внутренних дел, соревновались в нескольких дисциплинах. Свой вклад в победу внесли и дети сотрудников. Для них провели эстафету. Мы побывали на зрелищном турнире и расскажем подробности. Они сменили форменную одежду на удобные спортивные костюмы. Участковые и дорожные инспекторы, оперуполномоченные и дознаватели. Более 150 самарских правоохранителей вместе с детьми принимают участие в полицейском турнире на Волге. В этом году он проходит впервые в рамках спартакиады Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области. В спорте служба в полиции во многом похожа. В спорте нужна не только самоотдача, но и серьезная дисциплина. Надеюсь, что этот турнир принесет много положительных эмоций. Всем участникам соревнований желают честной спортивной борьбы. Пусть победит сильнейший. В спортивной борьбе принимают участие 8 команд, в каждой из которых 19 спортсменов, 4 ребенка и 15 спортсменов полицейских, проходящих службу в подразделениях областного главка МВД и территориальных органов внутренних дел. На трибунах родные и близкие коллеги руководства. В числе почетных гостей глава Самары Елена Лапушкина. Одновременно участники проходят несколько испытаний подтягивания на перекладине, армрестлинг и перетягивания каната. На площадках нешуточные страсти. Отдельный вклад в общую победу вносят дети сотрудников органов внутренних дел. Для них организовали эстафету, прыжок с места, отжимание, челночный бег и бросок мяча. В соревнованиях подтягивания на высокой перекладине победители определяли не только в командном, но и в личном зачете. Лучшим в этой дисциплине признали старшего оперуполномочного оперативно-розыскной части областного главка полиции Александра Семина. В спорте он уже 12 лет рассказывает, что тренировки помогают и отдыхать, и работать. Непосредственно к перекладине тренировались, как только узнают о том, что состоится такой грандиозный праздник. И соответственно мы тренировались с нашей командой практически каждый день, как только позволялась эта служба. Поэтому у нас такой отличный результат. Команды победителей определились в каждой дисциплине. Одним из самых зрелищных испытаний стало перетягивание каната. В общекомандном зачете бронзовые медали получили спортсмены команды «Ладья» и «Стольятти». Серебряными призерами стали участники команды «Юг», которая объединила правоохранителей нескольких районов. Столько эмоций, сколько приятного. Мы всегда рады встречаться с другими коллегами, соревноваться и держать себя в форме. Победителями полицейского турнира на «Волге» стала команда главного управления, которая в упорной борьбе заняла первое место в общекомандном зачете. Вообще потрясающее ощущение. Я очень доволен. Замечательный спортивный праздник. Классное мероприятие. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Он заряжает позитивом, энергией и позволяет показать то, о чем мы здесь все тренируемся. Все участники турнира получили медали и подарки. Победителям достался не только кубок, но и главный приз – служебный автомобиль. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Сегодня отмечают Всемирный день мороженого. Считается, что именно в этот день в 1786 году в США начались массовые продажи этого холодного лакомства. На сегодняшний день существует огромное количество видов этого десерта. От классического пломбира до фруктового льда. Мы узнали у жителей Самары, какое мороженое предпочитают они. Я люблю сливки. Пломбир на сливках. Шоколадная. И ванильная. Я фруктовый лед люблю. Это, наверное, пломбир. А ваше? Эскимо. Спасибо. То есть вы больше за классику? Да, больше за классику. Крем-брюле. Вообще я люблю лакомку, вот эту лакомку с обливочкой такой вот. Я пломбир. Дети крем-брюле. Вкус крем-брюле. Из классических, наверное, крем-брюле. Вот. А так? По настроению. Пломбир. Классика. Это же холодный. Апельсиновый. На этой неделе россияне будут работать всего четыре дня. Это связано с празднованием Дня России 12 июня. Этот день будет выходным для всей страны. Напомню, в России праздник отмечают более 30 лет и связан он с принятием декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Футболисты Крыльев Советов сыграли в товарищеском матче сборных России и Белоруссии. Продолжаются кадровые перестановки в составе баскетбольного клуба «Самара». А в Тольятти прошел большой гонбольный фестиваль. Подробности в нашей спортивной рубрике. Футболисты Крыльев Советов приняли участие в товарищеском матче между сборными России и Белоруссии. Встреча команд состоялась на Олимпийском стадионе в Минске. Первый символический удар в матче сделал спортивный директор Крыльев Советов Сергей Корнеленко. В составе сборной России на поле вышли защитники Юрий Горшков, который отыграл весь матч, и Александр Солдатинков, который вышел на 78-й минуте. А за сборную Белоруссии 59 минут сыграл Кирилл Печенин. Матч завершился победой российской команды 4-0. Продолжается летняя трансферная кампания баскетбольного клуба «Самара». Команду по истечению срока контрактов покидают два игрока. Защитник Никола Ребич, который часто выходил в стартовом составе, всего провел 43 игры в единой лиге, набирая в среднем за матч более 8 очков и 3 передач. И защитник Джастин Робинсон, который по итогам прошедшего сезона стал самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру более 12,5 очков. А пополнил состав клуба 24-летний форвард Иван Пынько. Он прошел через юношеские команды МБА и Нижний Новгород, выступал за командой «Химки-2», «Темпсумзу-ГМК» и «ЦСКА», в составе которого стал чемпионом единой лиги. Прошлый сезон он отыграл в составе «Оралмаша» из Екатеринбурга. В Тольятти прошел 22-й международный детский фестиваль гандбола с участием 2600 детей от 10 до 15 лет из России и зарубежья. Помимо спортивных состязаний для участников была организована обширная развлекательная и культурная программа, также красочные церемонии открытия и закрытия фестиваля. Турнир проходил в четырех возрастных категориях среди юношей и девушек. Три золотые медали завоевали коллективы из Тольятти. Также на верхнюю ступень педестала поднимались коллективы из Узбекистана, Москвы, Нарафаминска, Чехова и Краснодара. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Хорошая новость для жителей Управленческого, сообщает телеграм-канал администрации Красноглинского района. 10 июня с 16 до 17 часов пройдет первый пробный час приема в Торсырья в новом экоцентре по адресу улицы Гайдара, 5, принимает макулатуру, гофрокартон, офисную бумагу, алюминиевые банки, стекло и пластик. Администрация железнодорожного района сообщает, что по адресу Мариса Тореза, 17А и 18 приступили к ремонту внутри квартальных дорог. Специалисты работают над обновлением дорожного полотна, используя современные технологии и соблюдая все необходимые требования. Ремонт проводится картами, что позволяет оперативно восстанавливать участки дороги и обеспечивать безопасность движения. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает о возможности предоставления единовременной социальной выплаты детям-инвалидам школьного возраста на приобретение компьютерной техники в размере 40 тысяч рублей. Какие документы нужны для постановки в очередь, можно уточнить в карточках, размещенных в Телеграм-канале. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем Телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!